Во всех синагогах мира Сегодня утром, во время чтения Деньной Главы читали слова нашего прадца Якова, обращенные к Всевышнему И от всего, что ты дашь мне, я отделю десятину тебе Поэтому, дорогие друзья, сегодня я хочу поговорить с вами о законах отделения десятины издаки о том, почему евреи это делают и что им это дает Информация о сегодняшнем уроке я взял из книги моего однофамильца с которым мы пока не нашли родственные связи известного лектора, кстати говоря, коуча Рава Зелега-Плискина книга которого называется «Если хочешь жить достойно» Шарон, дорогие друзья, как видно, как слышно напишите, пожалуйста, по десятибальной системе Рад каждому человеку, который находится на моем уроке и каждому, кто слышит меня в записи Окей, потихонечку начнем Во-первых, в этой книге объясняется, откуда из пятикнижия мы учим от сдаки Есть такая фраза в пятикнижии в книге Дворим Пэрек тринадцатый, пасук восемнадцатый Пэрек это глава, пасук это стих Там написано «И дал тебе милосердие» То есть Всевышний дал нам милосердие Согласно Талмуду, этот стих показывает, что одно из самых главных качеств еврейского народа – это доброта и милосердие Так говорится в трактате Ивамот И основной основой его является сочувствие Что такое милосердие? Это сочувствие, сострадание Способность представить себя на месте другого, в его ситуации Это смягчает сердце и делает человека чувствительным к боли других Об этом пишет Эли Шур, известная книга Великого Можгеха по имени Раф Шлома Вольвер В книге Дворим, также в пасуке четырнадцатом, в двадцать втором стихе Пишется «Отделяйте десятину» И Талмуд комментирует в трактате Таанит «Отделяй десятину, чтобы стать богатым» Или можно перевести, чтобы разбогатеть Представляете? То есть, если вы хотите разбогатеть Вот вам, пожалуйста, вот вам, пожалуйста, рецепт «Отделяйте десятину» Как это работает? Об этом пишет Раф Шимшеншкоп Что мы должны осознать Одна из самых главных целей на земле – это помогать другим Если бог видит, что человек отделяет десятину от всех доходов Распределяет эти деньги среди бедных, среди нуждающихся И направляет их только на высокие цели, на богоугодные цели То Всевышнему тогда ясно, что этот человек достойный их, этих денег, хранитель И Всевышний тогда его обогатит То же касается знания Торы Интересный закон Я думаю, что многие его не знают Из наших слушателей Из наших подписчиков Получил знания истины Передай их нуждающимся Выучил Тору Передай свои знания другому человеку Хотя бы десятину Потрать десятую часть времени Которую ты потратил на изучение Торы На то, чтобы передать эти знания, которые ты выучил Понимаете? Это тоже десятина Талмуд в трактате Макот Говорит, что человек может научиться у своих учеников больше, чем учителей или коллег Да, то есть, понимаете? Насколько это важно Отделять десятину от того, что мы сами выучили Вот я сейчас вам объясню, что такое десятина Как ее отделять с Божьей помощью Что такое дзадака Научите этому других людей Потратьте десятину своего времени Для того, чтобы взять какого-то человека, который не знает И чтобы его обучить Рав Моша Фаиштен сказал об изучении Торы Нет сомнения Прежде всего, человек обязан сам изучать Тору Это написано в Юре де А Это часть Шелхана Руха Шелхана Рух Кто не знает, это свод еврейских законов Но также тратит десятую часть времени на обучение других Приближая их к Торе Ну а если ему даровано больше сил Тот должен, соответственно, тратить на обучение Большую долю времени Понимаете? Так, посмотрим, что пишут вопросы Плюс, плюс, плюс Так, я понял, что все нормально слышно Десяточка, отлично Десять, 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 десять Плюс, шалом, всем шалом Шалом из Нарии Отлично, даже в Израиле нас слушают Эсти Ханукаев написал на иврите Отлично Я вижу, нас слушают в Израиле Нас слушают в России Нас слушают в Украине Отлично Чем больше, тем лучше Итак, дорогие друзья Если есть вопросы, не стесняйтесь Пишите Я постараюсь на все вопросы ответить Если это не касается темы сегодняшнего урока Пишите в личку Чем могу, помогу С Божьей помощью И мы продолжаем Написано в Торик Если будет среди тебя человек в нужде Один из братьев твоих В одних из врат твоих на земле Которую дает тебе Господь, Бог твой Не сжимай сердце твое Не закрывай руку для брата твоего в нужде Это написано в книге Дворим Перек пятнадцать Пасук седьмой Если вы можете помочь бедному И отказываетесь То вы нарушаете эту заповедь Написано в Сеферах и Нух Кто закрывает глаза Притворяясь, что не видит просящего Как будто совершает идолопоклонство Написано в трактате Ктубот Непременно открой ему руку И дай взаймы по мере нужды Чего ему не хватает Написано в книге Дворим Пятнадцать Пасук восьмой Нужно давать бедным сдаку Если не хотят принимать деньги в подарок Дайте взаймы Говорит Раши Хочу вас успокоить Те, кто начали думать Как я не всем бедным дал Которые ко мне обращаются Сейчас наше время Практически любой бедный Который вам обращается Мы не знаем На сто процентов Ли он на самом деле бедный Может быть он обманщик И поэтому Написано тоже в Тамуде Что обманщики дают нам Скажем так Спокойствие Да, я не помню Какое слово Слово там употребляется Но Мы можем быть более спокойны Из-за этого Потому что Обманщики Как бы Освобождают нас От Обвинения на небесах Потому что всегда Когда мы не дали Заку То мы можем сказать Мы не знали Этот человек На самом деле На самом деле Нуждается или нет Но Тем не менее Если Процент Что Он нуждается Он большой Что на самом деле Он не обманщик То конечно Лучше дать И Большие люди Я знаю например Равицхен Зильбер Я слышал что Всем Кто его просил Он давал Что-то Да И мы продолжаем Есть заповедь Давать нуждающимся С радостью И добросердечем Приведу вам Перевод по смыслу Перевод по смыслу Из книги Яд Актана Глава Ильход Деод Это объяснение На известную книгу Рамбама Яд Хазака Яда Хазака Мудрецы называют Благотворительность Зака Что буквально означает Справедливость Или праведность Тора рассматривает Благотворительность Помощь Тем кто нуждается Не как Акт Милосердия И доблести А как Обязанность Каждого Элементарную Справедливость Все что у нас есть Дано нам Богом Правильно Какое Какое же мы Имеем право Не уделить Часть другим Когда это Требует Тот Кто дал нам Все Это написано В Яд Актана Яд Актана Ильход Деод И Рамбам В законах Даров Бедным Пишет Что никогда Не слышал О городе Где было бы 10 евреев И у них Не было бы Гмаха Что такое Гмах Гмах Это благотворительный Фонд Это Начальные буквы Благотворительность В Израиле Чтобы вы знали Я Слышал Что есть Самое большое Количество Гмахов На Квадратный метр Скажем так Есть Гмах Лекарств Одежды Детских Автокресел Колыбелей Аксессуаров Для мам Для инвалидов Гмах Стульев Гмах Автомобилей На прокат Гмах Денежных Суд Конечно же И так далее Рамбам Илхот Матанод Аниим Это означает Законы Подарков Бедным Перечисляет 8 уровней Благотворительности Которых нам Стоит знать Мы хотим Уже отдать Стаку Мы хотим Помочь Есть 8 уровней Я начну С самого Высшего До самого Низшего Как мы Можем Лучше всего Помочь Другому Человеку Нашему Ближнему И так Высший Уровень Это Сделать Человеку Подарок Судить Денег Взять В дело Партнером Или найти Ему Работу Прежде чем Обратиться За помощью В Израиле Есть Такие Прямо Целые Организации Целой Фирмы Которые Специально В принципе Вот это Их основная Задача Туда Взять Тех Людей Которые Не могут Сами Найти Работу Которым Тяжело Которые Соблюдают Тору И заповеди И которым Нужны Деньги Их Берут На эту Работу Второй Уровень Давать Деньги Так Чтобы Не дающий Не принимающий Помощь Не узнали Друг О друге В храме Была Особая Комната Куда Праведные Клали Деньги А бедные Оттуда Брали И сегодня Можно так поступать Жертвовать Деньги В благотворительный Фонд Но прежде Нужно Удостовериться Что Распределитель Помощи Человек Мудрый И праведный Естественно Третий Уровень Задаки Дающий Знает Кому дает А берущий Не знает От кого Получает Так Поступали Мудрецы Оставляя Деньги В домах Бедных Это хороший Способ Если вы Знаете Фонд Распорядителем Которого Является Человек Отвечающий Вышеуказанным Критериям Или Передаете Деньги Через Кого-то Прося Не оглашать Вашего Имени Ну Пример Продавец Фруктов И овощей Ескель Ли Ленталь Который Обычно Приносил Плоды К дому Рава Яшуа Лебедискина Был Хронически Болен Но Слишком Безен Чтобы Заботиться О здоровье К всеобщему Удивлению Продавец Козьего Молока Вдруг Стал Давать Ему Это Дорогое Молоко И Отказался Принимать Плату Однако С того Дня Как Умер Равдискин Перестал Давать Ему Молоко Так Стало Известно Что Плата Платил За него Равдискин И просил Сохранить Это Втайне Это Написано В книге Амут Эш Четвертый Уровень Задаки Получатель Помощи Знает От Кого А Дающий Не знает Кому Он Дает Так Поступали Мудрецы Клали Деньги В сумму Что Несли За плечами И Пока Шли Люди Могли Подойти И Незаметно Их Взять Не Испытывая Смущения Пятый Уровень Деньги Дают Прежде Чем Попросят Понятно Человек Человек Видит Что Кому То Нужно Деньги Что Он Дает Слушай Подходит Слушай Я Вижу Тебе Нужны Вот Возьми У меня Подарок И И Дающий И Получающий Знают Кто Дал Кто Получил Шестой Уровень Дают Деньги Когда Попросит Все Понятно Седьмой Уровень Человек Дает Меньше Чем Должен С Приятной Улыбкой Восьмой Уровень Последний Человек Дает Но Неохотно Шах Комментатор На Шелхан Пишет Что Речь Идет О том Кто Не Хочет Давать Но Этого Не Показывает Если Жи Явно Демонстрирует Нежелание Давать Не Оно Будет Сказано Теряет Теряет Всю Заслугу Доброго Дела И Его Задака Вообще Не Относится К Восьмим Уровням Благотворительности Окей Все Понятно Дорогие Друзья Так Посмотрим Комментарии Шалом 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 Отлично Шалом Из Канады О Америка Насмотрит Очень приятно Итак Мы продолжаем Дальше Перечислю Основные Дакозаконы Имеющие Отношение К этой Заповеди Первое Не скуднеет Рука Дающего И не потерпит От этого Никакого Ущерба Написано В Шулхана Рухи В Йор-Эде-А Часть Шулхана Руха Иногда Человек Не дает Задаку Думаю Что обеднеет Но пусть Считает Это не потери А деньгами Данными Долг Бог Вернет Ему То что Он раздал Бедным Так пишет Великий Еврейский Мудрец Ора Хаим Раби Хаим Бен Атар Он родился В конце Семнадцатого Века В Марокко И он Пишет В комментарии К недельной Главе Дворим Также Написано В Йор-Эде-А Что Бог Милосерден К тому Кто Милосерден К бедным Как мы Хотим Чтобы Он Помогал Нам В наших Нуждах И дал Больший Доход Так Должны Помогать Бедным И заботиться Об их Нуждах Знаете Очень важный Принцип Медак Негет Меда Означает Мера за меру То как мы Ведем себя По отношению К другим Людям Так Всевышний Ведет себя По отношению К нам Окей Шалом Кривой урок Шалом Татьяна Кривой урок Отлично Второе Даже Бедный Живущий Натздаку Обязан Ее давать Написано В Юриде Отвечай Шелханаруха Но Эта Обязанность Относится Только К тому Кто Уже Обеспечил Свои Нужды Добавляет Шах Комментарий На Шелханарух Рассказывают Что Рафхаем Из Цанза Отмор Митцанс Известный Большой Мудрец Все деньги Раздавал Бедным Представляете Один Из его Сыновей Сказал Что Следует Оставлять Деньги Хотя бы На покупки Книг Ты Ошибаешься Ответил Рафхаем Когда Мне нужна Книга Я Всегда Могу Ее Одолжить Но Митцву Давать Здаку Не могу Выполнить Одалживая Третье Все Обязаны Отдавать Десятину Дохода На Благотворительность Но Похвально Давать Пятую Часть Написана В трактате Юре ДА И Кстати Говорится Что Если Ты хочешь Проверить Всевышнего Вообще Его нельзя Проверять Но Есть Одна Вещь Которую Можно проверить Творца Это Пятая Часть Что То Что Мы Отделяем От Своей Зарплаты Кстати Как отделять Это Тоже Вопрос Отделять От Самой Зарплаты Или От того Что Остается После Выплат Разные Мнения Если У вас Есть Вопросы Напишите Мне В принципе Самое Лучшее Конечно Отделять От Полной Зарплаты Но Можно Вычитав Все Доходы Которые У вас Идут На Электричество На Портплату На Постоянные Расходы Которые Вы Вышли Вот С Этого Уже Отделять Десятину Да И если Вы отделяете Пятую Часть То Всевышний Говорит Что Тогда Вам Это Вернется И более Того С Божьей Помощью Это Даст Вам Прибыль Вы будете Еще Более Богатым Я Слышал Одного Известного Бизнесмена Леви Леваев Который Объясняет Что Всем Своим Богатством Он Удостоился Благодарить Тому Что Он Отделяет Десятину Или Может Даже Пятую Часть Я Не Помню Итак Четвертое Если Человек Просит Денег Или Сделал Другое Одолжение Сделает Другое Одолжение Да Он Просит А Вы Не Можете Не Говорите С ним Повышенным Тоном Или Группа Отнесите Отнесите С Данный Момент И Все Таки Постарайтесь Дать Хоть Немного Да Это То Что Добавляет Юре Деа Известно Что Рав Илья Уген Кин Который Возглавлял Организации По Распределению Помощи Нуждающимся Мудрецам Торы Под Названием Эзра Тора Нес На своих Плечах Ответственность За Многие Семьи Во Всем Мире Огромная Ответственность От Его Заботы Зависело Их Последневное Существование Представляете Огромная Большая Ответственность За Очень Многих Людей При Этом Он Никогда Не Отпускал Просителя Без Какой То Сум А Если Тот Считал Что Получил Недостаточно Что Просители У них Не Один И Должны Думать О Сотнях Нуждающихся Нет Он Со Слезами На Глазах Отпускал Людей Говоря Что Понимает Как Им Тяжело В Какой Они Нужде И Надеется Что У Него Будут Еще Средства Чтобы Им Помочь Пятое Велико Воздаяние Тем Кто Побуждает Других Давать Дзда Пишет Юрэдэя Часть Шелхана Руха Равилья Лупьян Великий Мудрец Торы И Один Из Выдающихся Раввинов Движения Мусар В 20 Веке Однажды Он Сопровождал Сборши К пожертвований На благотворительные Нужды По дороге Он Напомнил Ему Слова Мудрецов Из трактата Баба Батра Которые Учили Что Побуждать Давать Дзда Ку Это Заслуга Больше Стал Перечислять Причины А Первое Тот Кто Дает Зда Ку Делает Что-то Для себя А Кто Влияет На Других Делает Что-то Для Них Б Второе Тот Кто Дает Зда Ку Получает Уважение А Кто Пытается Влиять На Других Получает Унижение Третье Тот Кто Дает Зда Ку Отдает Деньги А Кто Пытается Оказать Влияние Отдает свое время, а время это жизнь Это написано в книге Лев Ильяу Евреевский закон гласит, что следует принимать во внимание не только материальные, но и психологические нужды человека Это очень важно Например, в Юре Деа и книге Хохмат Адам написано, что распределители фондов должны в первую очередь обеспечивать бедных невест, чтобы те могли выйти замуж, а потом давать другим Потому что бедные невесты больше переживают И поэтому им нужно прежде всего помогать Хафет Хаим в книге Ават Хесед, Любовь к милосердию, пишет такие слова Кто помогает выйти замуж бедной невесте, делает большой Хесед, добродетель, и ее родителям И добавляет, что во многих местах есть фонды Ахнасад Кала Выйдучи замуж невест Так, что пишут люди Так, Запорожье Украины наслужит, очень приятно Татьяна спрашивает вопрос Если подарили деньги, отделяй десятину или подарили деньги с целью лечения О, значит, если подарили просто деньги, не сказали на какую цель Тогда нужно отделять десятину Если подарили деньги, сказали, я тебе даю только вот на эту цель Тогда не нужно отделять десятину Наоми Что дела, если папа, если дала деньги Взяв кредит, попала в долговую яму и за него возраст долга Так, не очень понятен вопрос Напишите, пожалуйста, более подробно Ну, из того, что я понимаю, я скажу так Значит, если есть долговая яма Нельзя давать десятину То есть человек, я уже об этом говорил Должен давать десятину инстаку только тогда Когда у него есть день Когда у него есть заработок Если у вас долг Все, что вы зарабатываете, нужно тратить на отдачу долга Окей? Спасибо за вопрос Это важный очень вопрос Мы продолжаем Есть древние обычаи давать милостыню Когда читают поминальные молитвы Искор и кельмаре малирахамин Милосердие дающего засчитывается в заслугу душам умерших родственников Это пишет Ромов Юреде 8. Прежде чем одевать нуждающихся Следует накормить голодных Написано там же Следующий принцип Если приходит незнакомец и говорит Пожалуйста, дай мне еду Надо не проверять, честен или нет А сразу дать поесть Но если говорит Дай, пожалуйста, одежду То следует вначале проверить Действительно ли он нуждается Если да Тут же выполнить его просьбу Тоже написано в Юреде Следующий принцип Прежде всего мы обязаны выкупать пленников Даже если собраны деньги на другой вид благотворительности Их можно потратить на выкуп узника Следующий принцип Если нуждающийся не хочет принимать сдаку Следует все же дать ее Предоставив деньги как подарок Или ссуду Пишет Юреде Понятно, да? Добрый вечер из Харькова Всем добрый вечер Если знаешь, что человек просит На алкоголе пропьет Оооо, отличный вопрос Отличный вопрос Значит, смотрите Вопрос неоднозначный Да? Если Я так понимаю этот вопрос Что Вообще это нехорошо давать Но если вы видите, что человек Вообще Вообще без этого не может Настолько не может Что просто Он весь не в себе И это его успокоит Да? То тогда можно ему дать Ну, конечно Самое лучшее Это Помочь ему От этого Плохого Плохой привычки Избавиться Если подарили вещи Или дали продукты Нужно ли отдавать десятину? От вещей не отделяю десятину От продуктов Насколько я помню Не отделяю Надо проверить Напишите мне, пожалуйста, в личку Я проверю Вот этот вопрос По поводу продуктов Мне кажется, что нет Дальше Робейн Уйона сказал Не написано Счастлив тот, кто дает бедному Написано Счастлив тот, кто понимает бедного В Таилим Кто понимает, как исполнять заповедь Помогать бедным Это пишет Талмуд Ярушалми Трактат Та То есть Очень важно понимать Как помогать Конкретным этому бедному Да? Это вот то, что относится К вашему вопросу По поводу алкоголика Нужно понять Что ему на самом деле нужно Да? На самом деле Он, наверное, хочет Просто быть счастливым И он считает Что алкоголь ему поможет Да? Так нужно ему Дать другие пути Как получить удовольствие В этой жизни Как получить Удовлетворение В этой жизни И это далеко Не просто, конечно Но я говорю вам Идеал Да? Каждый случай Нужно рассматривать В отдельности Иногда бывают ситуации Что на самом деле Этот стакан Дать сейчас ему Может быть Бутылку водки Да? Но Я надеюсь Нам не будет встречаться Такие случаи Рассказывают Рассказывают Про рэп Шагу Франко Который был Богатым Дубильщиком Кош Что когда Он слышал О бедных Ученых Торы Которые стеснялись Принимать Задоку То наполнял Мешки Едой И посреди ночи Оставлял их У домов Этих людей Понятно Да? Давать Мудрецам Торы Это очень Большая заповедь И он Это делал Втихомолку Чтобы никто Не знал Так он Приближался К принципам Которые Сказал Рамбум Чтобы быть В самой Вершине Вот этих Принципов Следующий принцип Человек должен По мере сил Стараться Не принимать Задоку Но если Не может Без нее прожить Например Если стар Или болен Не о нас Будет сказано Его отказ Принимать Помощь Расценивается Как отказ От жизни Это очень важно Знать Однако Если не хочет Принимать Благотворительность И очень Страдает Из-за этого Но может Прожить Будет За это Вознагражден Да? Когда я говорю Не о нас Будет сказано Если стар Или болен Я имею ввиду Болен Стар Что тут делать Человек стар Бывает Это нормально Это написано Шуханарухи Когда Равы Исраиля Салантура Говорили Что кто-то Умер От голода Он всегда Поправлял Нет От гордости Написано В книге Хаэ Мусар То есть Человек В наше Время Даже В наше Время Я думаю Может Прожить Как говорится Свести Концы С концами Если он Обращается Из всяких Благотворительных Фонды Фонды Да? Есть люди Которые Могут Помочь Еврейской Общины Да? То есть Дай Бог Если человек Вот эту ложную гордость Которая у него есть Он преодолевает Не дай Бог Никому Да? Но если человек Уже в такой ситуации Что ему нужно просить То он должен Пойти и просить Не о нас Будет сказано Если еврей Не может изучать Торы Без поддержки Других Стоит Принять Ее Принять Благотворительность Хафетсхай Пишет это В Следующий принцип Если человек Говорит Или на 100% Решает Что даст Некую сумму На благотворительность Обещание Это обещание Имеет силу Клятву И вы обязаны Сразу дать Эти деньги Это написано В книге Йоре Д.А Следующий принцип Предпочтительно Не давать Обещания О пожертвованиях Может быть Не сумеете Их выполнить Если говорите Что дадите деньги Прибавьте К этому Блин Эдер Без обета Это написано В Йоре Д.А Благодаря этому Слова не становятся Обещанием А означают Лишь намерение Иначе Человек может оказаться Виновным В нарушении обета Что влечет Серьезные Последствия Так Ну еще Пару принципов Если сборщика Пожертвования Ругают Или проклинают Он не должен Расстраиваться Это только Увеличивает Его заслугу Написано В Йоре Будьте внимательны Чтобы давая Милостыню Не обидеть Бедных Пишет Орах Мейшарим Когда Равьянай Видел Что кто-то Публично Дает деньги Бедному Который Не просил Не просил Он говорил Ему Лучше Бо Ты не давал Чем Давать И стыдить Написано В трактате Хагига В Вавилонском Талмуде Хорошо Если Ивреи Дают Милостыню И нищим Неевреям Не только Неевреям Но и неевреям Написано Если Вам Сказали Что Получатель Помощи Не нуждается Вы Обязаны Продолжать Помогать Пока Это Точно Не Выяснится Важное Правило Которое Пишет Нам Хафец Хаин В Ковно Каунас На русском Языке Пришел Однажды Нищий И набрал У жителей Города Значительную Сумму Скоро Люди Узнали Что Это Был Богатый Обманщик И Совет Города Решил Запретить Нищим Приходить В ковно И Собирать Деньги Услышав Об этом Рав Города Ицхак Эльханан Спектр Пришел В совет И попросил Разрешение Выступить Он Сказал Что Всем Сочувствует Но У него Есть Возражение Кто Обманул Вас Нищий Или Богатый Спросил Об Ицхак Богатый Который Притворился Бедным Если Вы Хотите Издать Запрет Он Должен Издаете Указ Против Бедных Нищих Это Написано В книге Этика Синая И Последние Два Принципа На сегодня Если Даете Бедному Милостыню А он Возвращается Возмущением Требуя Больше И Вы Дадите Вдвое Больше Награда Ваша Будет Очень Велика Это Против Природы Человека Зато И Награда Пишет Рав Нахман Из Косова В книге Эсер Цихцахус Эсер Цихцахус Очень Важный Принцип Который Иногда Встречается Нам В деле Я желаю Чтоб нам Не встречался Это Очень Неприятно Но Если Встречается Представьте Какая Может быть У вас Награда И Последнее Человек На сегодня Человек Не должен Хвастаться Пожертвованиями Однако Разрешается Ставить Имя на пожертвования Благотворительные Организации Или Общественные Учреждения Это написано В Рамо Юре Деа Это Помогает Людям Жертвовать Если Помогает Пусть Люди Этим Пользуются И Рассказ Рассказ Небольшой На эту Тему Одного Из глав Банкирского Дома Ротшильда Однажды Спросили Сколько У него Есть Денег Он Вынул Из Конторки Книгу Расходов На Благотворительность Посчитал И сказал Думая Что он ошибся Секретарь Передал ему Книгу Записями Всех Доходов Но Ротшильд Мягко Ответил Не сомневайся Я знаю Все мои Доходы И владения И деловые Начинания И накопления В ценных Бумагах Но Акции Падают Собственность Конфискуют А война Уничтожает Свое Имущество Только Расходов На Благотворительность Это Действительно Мое Этого Богатства Меня Никто Не Лишит Это Написано В книге Этика Синая То Что Я Отдал Это На самом Деле То Что Я Приобрел Так Что Нам Пишут Быть Дающим Это Благодать Да Всем Вам Желаю Быть Дающими А не Берущими Так Можно Ли Делиться Десятиной С Бедными Или Это Разные Вещи Десятину Лучше Всего Давать Тем Кто Больше Всего Нуждается Об Этому Я Говорил Что Самое Лучшее Это Прикуп Пленных После Этого Это Насколько Я понимаю Это Мудрицы Торы И Нуждающих Есть У нас Еще Нуждающиеся Невесты Да На Распространение Торы Это Очень Большая Заповедь И На Помощь Тем Кому Сейчас Плохо Физически Или Психологически Это Тоже Очень Большая Заповедь Можно Ли Десятину Что Такое Сельхозайственную Сельхозайственную Продукцию Отдавать Финансовым Эквивалентом Да Конечно Можно Это Отличная Идея Так Дорогие Друзья На Этом Я Закончил Первую Часть На этом Я закончил Свой раз Как Придесятину И Сейчас Я хочу Вам Предложить Дорогие Друзья На Что Можно Давать Десятину Сейчас Наше Непростое Время Не секрет Что Многие Люди Нуждаются В Психологической Поддержки Сначала Эпидемия Коронавируса По статистике Количество Людей Страдающих От Фобии Депрессии Неврозов И других Психологических Проблем Сильно Увеличилось И Очень Очень Хочется Им Помочь Поэтому Я Уверен Что Вы Согласитесь Со мной Что Сейчас Зов Времени Я Вижу Что Это Воля Творца Именно Сейчас Организовать Службу Психологической Помощи Нуждающимся Так Давайте Вместе Всей нашей Семьей Ваекра Сейчас Организуем Для начала Для всех Подписчиков Ваекры Такую Возможность Мы говорили О помощи Да Одна из Очень Очень Хороших Видах Помощи Которая Парамбум Это Находится Практически На самой Вершине Пирамиды Это Вот эта Помощь Помощь Тем Кому Нужна Психологическая Помощь Что Это Хорошо В чем Это Хорошо Этим Вы еще Помогаете Тем Кто Дает Психологическую Помощь Если Им нужны Деньги Да Я имею ввиду Психологам Коучам Которые Помогают Это Тоже В каком Плане Помощь И Очень Важно Что Этим Вы Помогаете В Духовном Плане Тем Людям Которые Получают Психологическую Помощь Что Так Как Они Получают Минуты Когда Нужна Помощь Или Хотя Б Какой-то Слушатель Который Может Выслушать И Дать Какой-то Хороший Совет Профессиональный Совет Подсказать Еврейские Законы Просто Одобрить Добрым Словом Я Хочу Сделать Такую Службу Которая Будет Этим Заниматься Назовем Службу ПИК Это Аббревиатура Первые Буквы Слов Поддержка Иудаизм Коучинг Я Уже Собрал Команду Из Примерно Пяти Человек На самом Деле Намного Больше Которые Готовы Это Делать По Ватсап То есть Нуждающийся Человек Тот Кому Нужен Совет Кому Нужна Психологическая Поддержка Он Пишет Мне Я Ему Даю Человека Коуч Профессионального Коуча Вы Связываетесь Они Связываются И Человек Получает Профессиональную Помощь Профессиональную Поддержку Да Что Не Хватает Осталось Дело За малым Бесплатно Специалисты Работать Не Могут Их Час Стоит Дорого Но Они Согласились Брать 150 Шекелей За Час Что Равняется С 43 Долларам Да Что Это Ниже Минимальной Цены Обычно Очень Начинающий Начинающий Специалист Берет 200 Шекелей За Час Да Я договорился С ними Как ЦДК 150 И Кто Хочет За эту цену Получить Службы Пик Пожалуйста Обращайтесь На здоровье Пишите На Ватсап Мы Это Организуем Вам С удовольствием Но Вопрос В том Что Если У Человека Нет Таких Денег Да Ему Нужна Эта Помощь И Я Хочу Эту Помощь Ему Предоставить Всего За 5 Долларов Вместо 43 Долларов Как Это Делается Это Делается С помощью Вашей Диздаки С помощью Ваших Пожертвований С помощью Вашей Десятины Фонд Пик Из Которого Я Буду Оплачивать Нашим Коучем Их Работу Вы Перечисляете По Вашему Желанию Маасер Или Дздаку Любую Какую Вы хотите Даже Рубль Один Представьте Если Каждый Из Вас Даст По Рублю Это Уже Будет Десять Тысяч Если Десять Тысяч Просмотров Десять Тысяч Рублей Представляете Это Уже Почти 450 Шекелей Это Значит Три Человека Смогут С Божьей Помощью Получить Прессионную Консультацию Религиозного Коуча С Божьей Помощью Избавиться От боли Которая Мучает Их Возможно Уже Много Лет И Более Того Стать Более Счастливыми Людьми И У Каждого Кто Пожертвовал Этот Рубль Будет Заслуга Помощи Нуждающимися Человеку Потому Что Вместе Мы Сила Понимаете Дорогие Друзья Поэтому Я Предлагаю Вам Перести Перевести Дзаку По Пейпалу На Вот Этот Счет На Мой Счет Это Мой Пейпаловский Счет С которого Я Буду Давать Деньги Вот Он Да С Которого Я Буду Оплачивать Всем Коучам Их Работу Да И Если У вас Нету Пейпала Вы Не Знаете Как Перевести Пейпалу Напишите Мне Личное Сообщение Тогда На В личку Или В Ватсап Да Ватсап Я вам Напишу Вскоре Номер И Мы Подумаем Как Это Можно Сделать Да Я Вас Хочу Достоить Того Чтобы Дать Здаку И Есть Очень Много Хороших Вещей Написано О том Кто Дает Здаку Кроме Того Что Я Сказал Еще Здака Написано Здака Та Циль Мима Здака Она Спасает От смерти Даже Представляете То есть Здака Это Очень Большая Вещь Из Десяти На Тоже Когда Вы Отдаете Ее На Хорошее Богоугодное Дело Как Например На Вот Эту Психологическую Службу Помощи Это Будет С Божьей Помощью Очень Большая Заслуга Для Вас Вы Получаете Ангела Хранителя Который Будет Всегда С Вами С Божьей Помощью Итак Дорогие Друзья Написано Трактате Звахим Нет Радости Больше Чем Разрешение Сомнений Человек Приходит К Релиз Геозному Коучу Сомнением А уходит С сознанием И решением Представляете Какая-то радость В трактате Таанит На 22 Странице Рассказывается Потрясающая История Раф Бирока Встречается На рынке С Великим Пророком Ильяу Сам Пророк Ильяу Приходит К нему И сообщает Ему Кому Из забывателей Рынка Уже Полагается Большая Награда В будущем Мире И Двое Из них Поведали Раф Бироки За что Они Получили Эту Награду Они Сказали Мы Шутники И мы Смешим Грустных Представляете За это То что Мы Помогаем Людям Быть Более Веселыми Мы Получаем Огромную Награду И когда Вы Поддерживаете Вот эту Службу Которая В принципе Помогает Людям Перейти На более Высокий Уровень Радости Это Очень Большая Веще В трактате Тубот На странице 111 Написано Сказал Раби Йоханан Хорош Показывающий Белые Зубы К своему Приятелю Больше Чем Той Кто Поит Его Молоком Что Такое Показывающий Белые Зубы Это Человек Который Улыбается Приятелю Таким Образом Открывает Его Белые Зубы И Эту Улыбку Он Показывает Приятелю Радостное Лицо И Хорошее Отношение К нему Ступень Этого Действия Более Велика Чем Просто Дать Человеку Напопить Молоко Почему Потому что Тот Кто Выпил Молоко Он Получает Минутное Удовольствие Тот Кто Получил Улыбку И Доброе Слово От Другого Человека Получает Силу На Длительное Время И Сила Доброго Слова Хранится В его Сердце Долгое Дорогие друзья Кто Хочется Исполнить Заповедь Здакима Сэра И Милосердия Тем Самым Приобрести Себе Ангела Защитника В это Непростое Время Заходите В Пейпал Переводите Любую Сумму На этот Счет Это Заслуга Для Вас Это Предложение Не Обязанность А Тот Кто Хочет Получить Консультацию Профессионального Религиозного Коуча Без Скидок Тем То Пишите На Вот этот Номер Все вопросы Тоже Можете Писать На Мой номер Ватсапа Который Я Сейчас Вам Сейчас Скидываю Так Написался Сейчас Напишу От руки Вот этот Номер Вот Пишите Мне Так Почему-то Написано На Твой Экран Окей Значит Пишите Мне Пишите Мне Вопросы Буду Рад Буду Рад Вам Помочь С Коучами На Сам Делись Профессиональные Люди Профессиональные Коучи Которые Уже Давно Помогают Другим Профессионально Помогают Это Очень Квалифицированная Помощь И они Вам Могут Помочь Найти Правильное Решение Вопросе Помочь Вам Уточнить Аллаху Как правильно По еврейскому Закону Действуйте Все Это Стеком Естественно В рамках Иудаизма В рамках Еврейского Мировоззрения Да Поэтому Очень Важно И Сейчас Дорогие Друзья Я Благословляю Каждого Кто Даст Масер Закон Этот Проект Тот Кто Благословил Авраам Ицхак И Якова Цару Ривку Рахель Илею Благословит И жертвующих На проект Пик И даст им Благословение И удачу В делах Крепкое здоровье Хороший Постоянный Заработок Великолепные Отношения В семье Для неженатых И для незамужних Подходящую Вторую половину Из корня души Как можно скорее Великолепные Отношения На работе Великолепные Отношения Со всеми Людми Радость И счастье И все это Пусть придет к ним Только сладким путем Без боли И печали И только через Положительные эмоции И удовольствие Спасибо всем Кто был со мной Будьте счастливы И до новых встречи Продолжение следует...